Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Помогите, пожалуйста, разобраться с тем, есть ли симпатия у девушки ко мне. Лучим в северной группе уже третий год. Общаться начали в конце прошлого учебного года, перед каникулами, когда меня заселили к ней на этаж в общежитии. Начал ходить к ней в гости, понравилось. На парах стала постоянно со мной здороваться, было пару комплиментов моей прически и одежды при общении. На каникулах писал я часто, спрашивал, как дела, кидал мимо. Активно общается в группе помимо меня и еще с двумя людьми. По характеру выглядит открытой, очень уверенной в себе, хотя сама отрицала. Экстраверт, любит шутить и много смеется. Я по характеру стеснительный, не особо умею шутить. После каникул с начала этого учебного года неожиданно начала проявлять какую-то активность. Это не топ. Не очень понятно, что это значит. Вот в копочках то, что написано. Почти сразу позвала с ее компанией кофе на перерывы попить. На нескольких лекциях предложила сидеть рядом, при этом первое время напоминала, что мы сидим рядом. Позвала вместе на лекцию поехать, потом позвала с нами еще одного одногруппника, который не знал, как доехать. Присылала мне подарки в ВК еще двум подругам. Играла со мной на перемене, может подразнить, забрать ручку, нарисовать что-то на моей тетради, ущипнуть. То же самое делается своей подругой. Позвала вместе посмотреть футбол с ее подругой и, может быть, еще с кем-то. Обнимала меня иногда при встрече и при доставании, но чаще просто рукопожатся. При этом она почти не смотрит в мою сторону, когда я нахожусь в своей компании, будто не замечает. Но пару раз ловила на себе мой взгляд и дразнила, брови волной. Не пишет первый, но кидает мемы иногда. Иногда по нескольких часов игнорирует мои мемы, не читает. Хотя она не говорила, что я не в ее вкусе, но рассказывала про то, как я и партнер в ее вкусе, когда мы обсуждали отношения. Я под эти критерии в целом не подхожу. Иногда при общении с ней чувствуется, будто мы на одной волне. На дать нее сходит какой-то холод и безразличие, но диалог все равно поддерживает и что-то рассказывает. Пока для меня все выглядит так, будто она дружит, а я питаю ложные надежды и накручиваю себя. Что вы думаете по поводу ее симпатии? Если предположить, что это не взаимно, как мне справиться с чувствами? Я ничего лично не думаю по поводу ее симпатии, потому что мы не имеем права говорить о третьих лицах. Но лично я думаю, что ваша влюбленность к ней связана с тем, что вы увидели в ней того, кем хотите быть самым. Вас привлекает не она, вас привлекают ее черты, характера, ее активность, ее открытость, ее искренность и так далее. Вас это привлекает, потому что вы сами испытываете в этом недостаток. Вы называете себя стеснительным, не умеете особо шутить. Это значит, что у вас есть проблема с самооценкой, уверенностью в себе, есть страхи. У нее этого ничего нет. По крайней мере, не настолько, чтобы влиять на поведение, а у вас есть. И в ней вы видите возможность быть таким, каким вы хотите быть. Вы ее идеализируете. И отсюда все, вот эта вся история. Отсюда вот эта вся история. Понимаете, я могу предположить, могу предположить, что вам комфортно в своем состоянии. В состоянии стеснительности, в состоянии, ну, как вы говорите, неумения шутить. Хотя я так не думаю, я думаю, что любой человек может шутить, просто не все рискуют это делать. Вот. Как бы не умеет шутить тот, у кого нет чувства юмора, а чувства юмора нет только у очень больных людей. Фигически. И то не у всех. Не у всех. Так вот, если вам комфортно в этом состоянии своем, и вы в нем чувствуете себя хорошо, я могу предположить, что вы действительно полюбили девочку. Ну, просто вот действительно взяли и полюбили ее. Но, в таком случае, не совсем понятно, о чем идет речь, когда вы говорите справляться с вашими чувствами. Зачем с ними справляться? Любовь – это прекрасно. Влюбленность – это здорово. Взаимность к влюбленности вообще никакого отношения не имеет. Она может быть либо взаимной, либо нет. Она может появиться потом, я имею ввиду взаимность, может не появиться вообще. Вот. Понимаете, зачем справляться с чувствами? И вот здесь мы подходим к вопросу вашей ценности. То, что ваши чувства причиняют вам боль, если они не взаимны. А это значит, что они неценны. А это значит, что вы неценны. А это значит, что вы подвергаете свои ценности сомнению. А это значит, что за счет девочки вы пытаетесь эту ценность повысить. Вот и вся история. Как мне она видится, по крайней мере. Вот если, как бы, ну, если давать какую-то обратную связь. Поэтому вам не надо с вашими чувствами справляться. Вам нужно поработать со своими комплексами, самооценкой, страхами. Посвободнее стать. Вот. На других девочек внимание обратить. И вы увидите, кому на самом деле вы испытываете чувства. Когда и если вы будете над собой работать, то есть займетесь психотерапией, то вы сможете сказать девочке о своих чувствах, если это все-таки любовь. Да, вам будет больно, если она вам скажет нет. Вам будет больно. Но вы с этой болью справитесь. Не в смысле справитесь, подавляя ее. А в смысле справитесь, проживете ее. В этом не будет ничего страшного. В этом не будет ничего критического. В этом не будет ничего ужасного. Это будет абсолютно нормально. Это жизнь. Понимаете? А вот как-то так, я думаю, можно ответить вам на вопрос. Вот. Понимаете, в чем штука? Я предлагаю вам спросить у себя следующее. Вот когда вы говорите про любовь к ней, да, ну, или про влюбленность, на что она нацелена? Чего вам хочется в этой влюбленности? Это только честно, честно себе ответить. Чего хочется? Это ответ. Это ответ на вопрос, на ваш. Я не буду говорить, что, что именно, какие варианты, что означают, но просто задайте себе вопрос. Честно. Честно, ответьте себе на него. И посмотрите. Про что? И про кого? Там идет речь. И вы увидите. Правду. Ну, субъективно, конечно. Безусловно, вы можете испытывать симпатику к девушке. Безусловно. Безусловно, вы можете чувствовать искренние к ней некие чувства. Но как это связано с взаимностью? С взаимностью. Как это связано? Как это связано с тем, что вы собираете факты о ее активности к вам и неактивности? Что же к вам? Как это, как это все связано между собой? Спросите себя об этом. Ведь вы же не будете спорить с тем, что вас как будто бы больше волнует ее взаимность, чем ваши чувства. То есть у меня чувства появились, а я фиксируюсь на том, взаимно ли они или нет. И если не взаимно, то я должен это чувство подавить. Вы себя запихнули в ловочку. В ловочку собственных страхов. В ловочку ваших конфликтов. За которые девочка ответственности не несет. Ну, она похожа на искреннего человека. Порывистого. Она делает то, что делает она. Она не придает этому большого значения. В отличие от вас. Мать. Про критерии. Про критерии хотел сказать. Здесь ситуация следующая. Критерии, вот, под которые вы не попадаете, одновременно являются наличие критерия. Одновременно являются и хорошей новостью, и не очень. Хорошая новость заключается в том, что это проявление незрелости и что девочка вероятно может измениться и эти критерии уйдут или поменялось. Как бы плохая новость заключается в том, что это не зрелость. То есть это незрелость это говорит о том, что человек не совсем зрелый. к сожалению, так же как и вы. То есть вам необходимо заняться личностным ростом, чтобы как-то выйти за пределы этих критерий, как-то увидеть, что критерии это просто понастроенные такие точки для иллюзии контроля. То вот только с этим человеком я могу сблизиться и не с кем другим. Понимаете, мы взаимодействуем не с критериями, не с типажами, не со стереотипами. Мы взаимодействуем с личностью. Если я говорю, что мой типаж девушки, это длинноногая блондинка, да, например, с голубыми глазами, ну окей, окей, я ее встречу, я с ней пообщаюсь, возможно у нас будут отношения, но если я с ней только из-за этого, то мне это надоест. Это надоест, это объединяет отношения. Критерии типажей объединяют отношения, объединяют человека, сужают его возможность по реализации себя с партнером. Понимаете? Многие семьи так живут. Многие семьи, вы посмотрите на людей, которые вот семью создали, у которых дети там, что вот это, они очень многие живут как чешие люди, делают человечество долго, терпят друг друга, ссорятся все время, претензии у них. Почему? А вот потому что типаж. Вот под типаж подошел, окей, сошлись, все было хорошо. Это надоедает. Когда надоело, а ничего больше нет. Ничего больше не интересно. А, да, мне еще куча, мне еще куча всего не нравилась в тебе. Но я терпел, ради типажа. А как надоел, как надоело, ну вот мне, надоела блондинка, да, длинноногая, с голубыми глазами, надоели ее длинные ноги, надоели ее волосы, надоели ее глаза, надоело, просто. Ну, каждый день вижу. И все. И мне начал не нравиться ее несносный характер, ее привычки. Я обнаружил, что мне с ней абсолютно не интересно, потому что у нас абсолютно разные сферы увлечений. Понимаете? Так что, помимо всего прочего, вам нужен еще и личностный рост. Если вы им займетесь, возможно, вы сможете девочку за собой потянуть. И возможно, она разглядит в вас мужчину. которым вы являетесь. Только не знаете еще об этом. А разглядев мужчину в вас, она разглядит женщину в себе. Понимаете? Не факт, что вы будете вместе. но счастливей, свободнее станете точно. На этом все. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать на собой работу. Желаю вам всего самого доброго и удачи. 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 Удачи.